МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программы события в студии Марины Николаева. 500 миллионов рублей будет выделено на приобретение квартир для врачей. Губернатор Александр Богомаз поручил разработать проект программы обеспечения жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области. Программа рассчитана на три года с 2018 по 2020 год. В общей сложности планируется закупить 380 квартир для специалистов, которые приехали на работу в наш регион. Сейчас в медицинских организациях области работает больше 4000 врачей. Треть из них пенсионного возраста. Программа поддержки молодых специалистов поможет привлечь в Брянскую область, новые кадры и адаптировать их в системе здравоохранения. Учреждения образования области начали подготовку к новому учебному году. В школах и детских садах приступили к ремонту кровель, замене оконных блоков. В порядок приводятся спортивные залы, монтируются системы видеонаблюдения и уличного освещения. Часть расходов по ремонту образовательных учреждений возьмет на себя областной бюджет. За счет средств региональной казны будет капитально отремонтирован спортивный зал в Синезерской средней школе. На эти цели выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Замена кровли в Калюдовской средней школе Красногорского района бюджету обойдется в миллион 700 тысяч. Больше миллиона рублей составят затраты на ремонт мягкой кровли детского сада номер 3 Ивушка в Сельцо. Два с лишним миллиона будет выделено Пеклинской школе Дубровского района. Миллион 200 тысяч в Дубровской школе номер один. Больше полутора миллионов рублей на ремонт получит Сеченская школа. В Унеческой детской и юношеской спортивной школе «Электрон» замена стекления игрового зала. На эти цели запланировано около 2,5 миллионов рублей. Несмотря на то, что помещения учреждений образования региона находятся на балансе муниципалитетов, руководство области решило финансово поддержать местные власти. Выделение денег на ремонт и покупку школьных автобусов стало возможным благодаря грамотному распределению бюджетных средств и эффективному развитию экономики региона. Александр Богомас проверил, как идут работы по возведению пристройки к 59-й школе. Символически первый кирпич в основании будущего здания заложили в феврале. А уже сегодня строители проводят отделочные работы и полным ходит идет прокладка коммуникаций. Ход строительства на личном контроле губернатора Брянской области. Александр Богомас осмотрел просторные коридоры и будущие классы. В приоритете комфорт учеников. Школьные кабинеты оснастят техникой для интерактивных уроков. Сегодня в 59-й школе в две смены обучается почти 1200 ребят. Микрорайон прирастает новыми многоэтажками, а значит школьников в перспективе будет еще больше. Современная пристройка на 600 мест позволит детям заниматься в одну смену. Уже сейчас виден масштаб. Появился удобный переход из старого корпуса к новой постройке. Все инженерные коммуникации продуманы. Брянская область успешно реализует указы президента по модернизации системы образования. Наш регион один из первых в стране приступил к возведению новых школ в рамках федеральной программы, рассчитанной до 2025 года. Мы реализовываем все задачи, которые ставит президент нашей страны по созданию новых учебных мест, современных для наших детей. Брянская область – одна из первых субъектов федерации, которая вошла в эту программу. Мы уже построили пять школ. В этом году мы делаем пристройку в школе номер 59. Школа сама на 750 мест. И еще будет пристройка на 600 мест. Здесь мы стоим, здесь будет стадион. Будут созданы условия для занятия и спортом, и для обучения. В деталях изучают проект будущего школьного стадиона. Здесь появится современное покрытие, беговые дорожки, спортивные снаряды. Приведут в порядок и прилегающую территорию. Те бюджетные сигнования, которые были выделены в Брянской области, на эту пристройку – это более 400 миллионов рублей. Прошли торги. Сегодня полностью проторгованы не только свое монтажное оборудование. И стоимость этой школы составляет около 500 миллионов рублей. У нас еще есть экономия для того, чтобы та школа, которая должна строиться в следующем году на 1260 мест, чтобы они за счет экономии уже могли пройти процедуру торгов, то есть провести аукцион. И в этом году, чтобы мы за счет экономии на этой школе, мы начали строительство школы на 1260 мест. А в следующем году постараться ее, как же самое, ввести в эксплуатацию. Потому что сегодня для города Брянска мы испытываем не под мест, что у нас дети занимаются в две смены. И вот мы должны в ближайшее время эту проблему в городе Брянске решить. За два года в Брянской области уже построено пять школ. Возведение пристройки к 59-й школе в этом году. Следующий объект – новое учебное здание на территории старого аэропорта на 1225 мест. Это продолжение масштабных работ. Областные власти делают все для того, чтобы школьники обучались в комфортных и современных условиях. Елена Лыщицкая, Владимир Сидоров, События Брянск. Модернизация теплового хозяйства и продуманная тарифная политика в жилищно-коммунальной сфере стали центральными темами еженедельного совещания при губернаторе Брянской области. С 1 июля в России запланирована ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. Не исключение и Брянская область. Стоимость природного газа и предельные уровни тарифов на электроэнергию утверждены на федеральном уровне. Государственный контроль, рост оплаты граждан за коммунальные услуги осуществляется федеральной антимонопольной службой. По муниципальным образованиям предельные индексы утверждены указом губернатора Брянской области. Ежегодно проводится экспертиза тарифных предложений коммунальщиков. Необоснованные расходы исключаются. В минувшем году их сумма составила почти 6 миллиардов рублей. Эти средства коммунальные организации пытались переложить на плечи населения. Благодаря контролю областной власти сделать этого не удалось. В Брянской области почти 1200 котельных. В отопительный сезон все они работали. Снизить неэффективные расходы позволит модернизация коммунального хозяйства. Под контролем губернатора Александра Богомаза эти работы уже ведутся. Мы сегодня освобождаемся от неэффективных. Но это нужно время, нужно деньги, нужно переключение. Там, где работают две котельных, должна работать одна. Но это невозможно сделать за один год. 50 котельных, можно сказать, вывели, переключили на другие. Но это нужно время, нужны средства. Конечно, виртуально можно сделать за один год, но эффект мы не получим. Те средства, если мы возьмем кредиты и уложим с ним модернизацию котельных, то еще будут выше тарифы для населения. Завязана так система, которая была с 70-х, с прошлого века, что сегодня ее нужно перестраивать, а ее невозможно сделать за год, за два. За три невозможно. Но работа это и делает. Продолжается замена ветхих тепловых сетей. За два года 110 километров новых труб. В этом году еще 54 километра. Никто до нынешнего руководства области за столь масштабные работы не брался. А ведь это тоже тепловые потери, за которые в конечном итоге должен платить потребитель. Важно, меняют трубы большого диаметра. Именно они обеспечивают теплом десятки домов, целые микрорайоны. Эффект от такой работы – снижение аварийности в этом отопительном сезоне. Почти на 40%. Елена Лыщицкая, Владимир Сидоров. События Брянск. Губернатор Александр Богомас награжден юбилейным знаком 100 лет пограничным войскам России. Приказ был подписан первым заместителем директора ФСБ России, руководителем пограничной службы Владимиром Кулешовым. Памятную медаль в главе региона вручил начальник пограничного управления ФСБ России по Брянской области контрабенерал Сергей Станкевич. Лучшие предприятия Брянской области приняли участие в уникальном фестивале музыкальных редкостей и гастрономических изысков. Он называется «Шкинь опера» и прошел в старинном коломенском селе Московской области. Праздник посвящен времени конца 18-го столетия, который называют эпохой русского просвещения. У фестиваля не только музыкальный, но и гастрономический вкус. Особое внимание лучшему в мире десерту – коломенской пастиле. Брянская область представила свои изыски и вкуснейшие сыры производства заводов «Умалат» и сыр «Стародубский». Продукцию беженского хлебокомбината, брянского молочного комбината, известной далеко за пределами региона конфеты и печенья от брян-конфи и квас-добрыни. Представители брянской делегации посетили концерт музыкальных редкостей под куполом храма и насладились духовной музыкой патриаршего хора Храма Христа Спасителя. Торжественное открытие фестиваля состоялось на главной площади перед свято-духовским храмом, который не раз становился местом притяжения для поклонников русской музыки. Низкий поклон тем людям, которые возрождают святыни. Святыни, которые строились в очень трудные и тяжелые времена. Я думаю, что с возрождением этой святыни мы чтим память своих предков, возрождаем духовность нашей России, возрождаем наше Отечество. Совсем скоро страна отметит День изобретателей и рационализаторов. В преддверии профессионального праздника в Хрустальном зале областного правительства прошла торжественная церемония чествования брянских кулибинных. О тех, кто ищет и находит, расскажет Дмитрий Кузнецов. Инженеров, конструкторов и ученых, всех тех, кто своими идеями и трудами двигает вперед не только производство, но и целые отрасли экономики региона, от лица губернатора Брянской области поздравил Александр Жигунов. Правительство Брянской области рассчитывает, что брянские изобретатели, новаторы добьются еще больших успехов в своем творчестве и своим примером будут вовлекать в эту работу молодежь, которая пополнит ряды изобретателей и внесет вклад в развитие инновационной деятельности Брянской области. Людям от науки далеким суть большинства проектов и разработок брянских изобретателей даже на словах объяснить непросто. Но зато они твердо уверены, это принесет пользу и будет востребовано. Это найдет применение и на нашем заводе, Брянском, газового группы «Кремниел». Это может найти и применение на других предприятиях, которые занимаются выпуском и реализацией полупроводниковых приборов. А вот на Жуковском веломотозаводе задумались о злободневном. Система определяет количество машин на светофоре и регулирует время горения зеленого сигнала светофора и посылает сигнал в автотранспортное средство посредством GSM-связи и другой связи о приближении к затору. То есть водитель может его объехать. Таких систем очень много на самом деле в мире. Наша идет более дешевая по сравнению с другими системами и более постребована будет именно в России. Добиться высоких результатов без внедрения новых технологий невозможно. Понимают это и на крупнейших предприятиях области. Именно поэтому на многих из них, таких, например, как Брянский машиностроительный завод, существуют целые подразделения, отвечающие за инновации и их практическое применение. Конкретно у меня это приспособление для сварочных роботизированных комплексов, также страховочные системы от падения с высоты. Это у нас на заводе очень развивается тема. Появляется что-то новое на заводе, новое оборудование, новые технологии. И поэтому наше бюро, в частности, и я стремимся что-то новое сделать именно для этого оборудования. Для любого изобретателя сам факт признания практической ценности его проекта уже победа. В этот день заслуженные награды получили не только те, благодаря кому сегодня брянская промышленность не стоит на месте, но и совсем юные изобретатели, школьники и студенты, победители олимпиад, конкурсов и смотров. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. Брянский автомобильный завод отметил 60-летие. В честь юбилея на предприятие пригласили партнеров. Гости совершили экскурсию по производству, узнали о перспективных разработках и приняли участие в открытии учебного центра. Рождение и расцвет предприятия, стагнация 90-х годов. И вновь Брянский автомобильный завод вступил на путь процветания. Производство заново родилось благодаря вхождению в концерн «Алмаз-Антей». И сегодня на заводе делают первоклассные тягачи для армии и гражданских предприятий. И это не отверточная сборка. Рама, электрика, пластик, резиновые пыльники, тормоза, подвески. Большинство агрегатов и даже крепеж делают здесь, на предприятии. Всю метизную продукцию, которую мы раньше по кооперации получали процентов на 80, то сейчас практически мы делаем всё у себя. Высокотехнологичное производство требует серьёзной квалификации работников. Именно поэтому руководство завода к юбилею открыло учебный центр, в котором будут готовить персонал предприятия, а также потребителей и специалистов по обслуживанию тягачей. Новые знания работникам точно пригодятся. Завод закупает современные станки. Скоро старого оборудования здесь не останется. Техническое перевооружение, благодаря грамотному управлению, никак не повлияло на выполнение плана. Сейчас завод может выпускать до 100 тягачей в месяц. Качество автомобилей проверяют тщательно. Вес этой машины полный 90 тонн. Соответственно, она уже прошла 26 тысяч километров. Это баланс, который вы грузите? Да. Ряд других испытаний провели еще. И сейчас на заводе уже докатываем 30-тысячные пробежки. Машина по этому ходит. Наработка на отказ устраивает? Да, все хорошо. Предприятие активно включилось в процесс импортозамещения. По своей инициативе конструкторы завода разрабатывают колесные тягачи нового поколения, которые обещают превзойти лучшие образцы зарубежной техники. Артемий Маркелов, Сергей Любецкий. События. Брянск. Журналисты районных газет благоустроили места отдыха в охранной зоне заповедника Брянский лес. Урочище Рум было выбрано не случайно. Видео с этого мероприятия нам прислали коллеги из районной газеты «Рассвет». Это не только одно из красивейших мест области, но и исторически значимая территория. Здесь 75 лет назад в годы войны состоялся героический партизанский прорыв. Любители отдыха на природе и туристы сюда приезжают часто. Журналисты Навлинского, Трубчевского и Суземского районов не только убрали скопившийся мусор, но и скосили бурьян, отремонтировали старые и установили новые столы и лавочки. Добровольцы привели в порядок и места отдыха на берегу Нерусы. Одно из самых красивых рек, воспетый великим поэтом Данилом Андреевым. Благодарность за проведенную работу специалист отдела экопросвещения Елена Пульнова вручила сотрудникам редакции подарки от заповедника. Безопасность во главу угла, защищенный жильцов мегаполис парка, в путевке теперь еще выше. На въезде в микрорайон открылся современный пункт полиции. Передача здания правоохранителям прошла в торжественной обстановке. Новый пункт полиции появился на въезде в микрорайон. Здание построено в полном соответствии со всеми нормами. Опыт сотрудничества строительной компании и регионального ОМВД уникален для Брянской области. В этом прекрасном оазисе жилищной застройки никогда не будут совершены преступления. Потому так как безопасность граждан проживания это основа нашего существования. Мы стараемся сделать идеальный микрорайон. Вот еще один шаг сделан. И я думаю, с каждым годом этот микрорайон будет становиться все лучше и лучше. Особое внимание уделяется инфраструктуре. Здание стражи порядка получили в долговременное пользование безвозмездно. Здесь есть все условия для комфортной работы. В кабинетах мебель, компьютеры и кондиционеры. В скором времени тут появится аппаратура, записывающая данные с более чем 200 камер видеонаблюдения, которые устанавливаются на территории нового микрорайона. Полицейские и участковые, которые будут обеспечить безопасность этого микрорайона, ответят ответственной, эффективной работой. Будет мобильный наряд с учетом инфраструктуры. Две-три минуты зона доступности любой точки. Высокие гости прогулялись по новому микрорайону. Осмотрели детские спортивные площадки с современным травмобезопасным покрытием. Увидели зоны отдыха, а также посетили одну из квартир, которая передавалась собственникам уже с отделкой. Будущие хозяева смогут сэкономить на отоплении и горячей воде. В каждой квартире индивидуальный котел. Имеется система климат-контроля. Жильцы могут выбрать комфортную температуру в комнатах. Это тот ориентир для многих застройщиков, которые у нас работают на территории Брянской области, к которому они должны стремиться. И тренд сегодня, направление обозначено Минстроем России от количества к качеству. Вот это мы сегодня воочию увидели на этой территории. Новый микрорайон растет и развивается его инфраструктура. В скором времени здесь построят детский сад. Артемий Маркелов, Игорь Винничук. События. Брянский район. 300 лет на страже порядка. Полицейские России отпраздновали день основания ведомства. Этот праздник правоохранители отметили большой исторической реконструкцией на стадионе «Динамо». Стадион стал площадкой масштабной исторической реконструкции. От учреждения Петром I, новой должности в Санкт-Петербурге, генерал-полицмейстер, до воспроизведения событий становления Советского Союза, времен Великой Отечественной и страниц новейшей истории. Удивительно, но большинство участников не профессиональные актеры, а лучшие полицейские со всей области. Не вполне уместны дискуссии о том, что является ли 300-летие создания полиции праздников для ветеранов-милиционеров. Эта памятная дата показывает преемственность стражей порядка всех поколений, независимо от того, как менялось название нашей службы. Действительно, этот праздник соединяет и сохраняет традиции правоохранителей разных эпох, являет преемственность поколений. Во все периоды истории российской полиции, ее главным достоянием были люди, были сотрудники, люди чести и долг, которым приходится решать сложные и ответственные задачи. Высадка парашютистов на стадион «Динамо» – гвоздь программы. Так реконструировали работу милиционеров, служивших в Афганистане в составе спецподразделения МВД «Кобальт». Сноровку показали и бойцы ОМОН и СОБР. Во все времена профессия сотрудника органов внутренних дел была непростой, но всегда уважаемой. И в эту службу приходят только самые смелые и благородные люди. Концерт увенчался выступлением вокальных и танцевальных групп. А после по стадиону проехали ретроавтомобили и современная техника, стоящая на службе стражей порядка. Артемий Маркелов, Игорь Винничук. События. Брянск. В Брянской области снизилось число хромосомных нарушений и врожденных аномалий. По сравнению с прошлым годом на 10% сократилось количество болезней нервной системы органов чувств, а также органов пищеварения. Такие данные опубликовала стат управления. В прошлом году к врачам обратилось почти 940 тысяч человек. На первом месте среди диагнозов оказались болезни органов дыхания. В медучреждения пациенты попадались с травмами и отравлениями болезнями нервной системы органов пищеварения. Сейчас в области работает 51 больница. Трудятся почти 2500 врачей и больше 8000 специалистов среднего звена. Несвободны, но здоровы. Жизнь за колючей проволокой не исключает право человека на качественное медицинское обслуживание. В стародубии в исправительной колонии номер 5 действует одна из самых образцово-показательных медицинских частей в Брянской области. Медицинская часть исправительной колонии номер 5 внешне не отличается от современной поликлиники. Она оборудована по новейшим стандартам. Здесь есть современный стоматологический кабинет, кабинет терапевта, прививочный кабинет, процедурные кабинеты и многое другое. Единственное, что может напомнить о нахождении в исправительном учреждении, это отсекающие решетки. Они необходимы для безопасности медперсонала. Решетка устроена так, чтобы можно было выдать пациенту таблетки или измерить давление. По таблеточке три раза в день. До свидания. Новый корпус медчасти был открыт в 2016 году. До этого осужденных лечили в приспособленном помещении столярки. На фоне того, что было и то, что сейчас, мы можем порадоваться тому, что у нас стоматологическая установка очень хорошая. Соответственно, стерилизационное оборудование стоит. Оказывается, помощь в полном объеме квалифицирована. Также лабораторная диагностика у нас проходит. У нас есть геманализаторы. Все-таки новое оборудование, дорогостоящие. Особое внимание к профилактике инфекционных заболеваний. Бич всех тюрем – туберкулез. Здесь стараются выявлять на самых ранних стадиях. Для этого осужденных регулярно обследуют. Установлен современный цифровой флюорограф. В прошлом году у нас не было выявлено ни одного случая. В этом году один случай – рецидив. Но все это в ранних формах выявляется благодаря тому, что планово по графику. Мы обследуем флюорографически всех наших осужденных. Здесь ситуация такая, что хочешь – не хочешь, а надо. Поскольку люди находятся в общей массе. Сотрудники медчасти колонии дежурят круглосуточно. Ведь произойти может что угодно. Все-таки спецконтингент. В случае травм первую помощь оказывают на месте. Если понадобится, везут в Стародубскую ЦРБ, с которой заключен договор. При поступлении нового осужденного в колонию ему проводят полное обследование. Здесь же действует стационар. Есть специальные боксы для инфицированных больных. Для доставки тяжелых пациентов в районную больницу всегда под рукой специальный автомобиль. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События Стародуб. 1-2 июня наш регион стал объектом внимания журналистов из Центрального федерального округа, а также Республики Беларусь. При поддержке правительства Брянской области, областной думы и лично губернатора Александра Богомаза для них был организован пресс-тур по достопримечательствам Брянщины. Двухдневный пресс-тур начался с обзорной экскурсии по Брянску. Журналисты российских и белорусских средств массовой информации побывали в музее братьев Ткачевых, посетили парк имени Алексея Толстого, прикоснулись к истории древнего города у стен Свенского монастыря. Продолжился пресс-тур на праздники поэзии в Тютчевском Овстуге. Я впервые в городе Брянске, и я оценила красоту и вашего города, и Овстуга. У нас, вы гордитесь своим замечательным поэтом, известным на всю Россию, это Федор Тютчев, а у нас это Иван Сергеевич Тургенев, наш знаменитый земляк. Внутренний туризм у нас сейчас получил широкое распространение, и будет интересно, я думаю, жителям разных регионов узнать и сообщить, в свою очередь, как бы всем остальным, узнать журналистам и сообщить всем остальным жителям о том, какие достопримечательности есть, допустим, в Брянской области, в Орловской области, и почему сюда следует ехать. А у вас есть много, на что следует посмотреть. Журналисты оценили не только масштаб праздника. Для них организовали экскурсию по всему музейному комплексу усадьбы. Овстук – одна из главных жемчужин нашего края. Усадьба Тютчевых стала ключевым пунктом регионального туристического маршрута, который является частью федерального проекта «Русские усадьбы. Литература». Я всегда с огромным удовольствием принимаю подобное приглашение, потому что, на мой взгляд, культура, литература, искусство, вообще все, оно не имеет границ, не имеет каких-то национальностей. Когда попадаешь в такие места, вдохновляешься, меняешь картинку, чувствуешь какие-то корни славянские. Наверное, эта энергетика, которой заряжаешься в родовых усадьбах, которой заряжаешься в каких-то культурных местах, она помогает еще работать, совершать, вдохновляться, писать какие-то интересные тоже вещи. Еще одним очень знаковым местом, очень интересным с точки зрения культуры, развития декоративно-прикладного искусства является посещение Дядьковской земли. Это музей Дядьковского хрусталя, это храм с единственным в мире хрустальным иконостасом. И, конечно же, посещение и то, как мастера хрустального производства вообще ваяют на твоих глазах вот эти шедевры. Главная цель пресс-тура – развитие межрегиональных связей в сфере культуры и туризма. Его организаторы надеются, что жители разных уголков России и Белоруссии вскоре прочитают яркие статьи о брянских достопримечательностях и выберут нашу область маршрутом своих туристических поездок. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Жуковский район. Международный проект «Звери в опасности» успешно реализован Брянской детской художественной школы. Дети из России и Германии провели пленеры в России у стен Свенского монастыря, а затем в Германии в живописной местности реки. «Везер». Проект познакомил детей с мировой фауной и с помощью художественных образов поднял проблему угрозы исчезновения некоторых видов животных. По итогам творческого конкурса отобраны лучшие рисунки для разворотного календаря. Общественная организация немецко-русского общества помогла выполнить дизайн и напечатать его. В Брянской календаре стали призом для детей, участвующих в волонтерском движении в защиту бездомных животных. Александр Большунов получил очередную награду. «Брянский лыжник» признан лучшим спортсменом года. Заслуженную награду нашему земляку вручили на Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, который проходил в Москве. Победителей в премии лидеры спортивной индустрии выбирали онлайн-голосованием, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. В итоге наибольшее количество голосов получил «Брянский лыжник». Напомним, на зимней Олимпиаде в Хенчхане Александр Большунов выиграл три серебряные медали и одну бронзовую и стал первым спортсменом в истории советского и российского лыжного спорта, завоевавшим четыре медали на одной Олимпиаде. Брянские мотоциклисты попробовали асфальт до Жуковки. Ежегодное мероприятие «Проба асфальта» в этот раз прошло на веломотозаводе. Почти 50 человек, почти 60 километров на юбилейной пятой пробе асфальта брянские волки решили своими глазами посмотреть, как создается мототехника. Руководство завода пошло им навстречу и продемонстрировало не только продукцию, но и процесс ее создания. Следующим фунтом мотопробега брянских волков стал Севенский монастырь. Далее новости экономики и прогноз погоды. Я напомню, что новости телеканала «Брянская губерния» доступны также на нашем сайте в интернете по адресу www.gubernia.tv. Там же смотрите прямую трансляцию нашего вещания. А наш выпуск на этом завершен. Всего самого доброго и до встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр, будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка. Все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива, и это просто.